Газовый, конечно, неплохо, я сухтал. Вот так, смотри-ка, а там, по-моему, какой-то сигнал, он сигналит, где этот камень-то. Да не камень? Да мы уже уехали за тем. Да, мы обогнули уже сто раз. Вот так вот, белая ночь сегодня. Сколько там время-то сегодня? Ой, ну летучие мышки летают. Надо будет по карте посмотреть, на какой точке Ладожского озера находимся. Северо. Ну какой же север, ты чего? Северо-восточное. Какой север-то? Здравствуйте, северо-восточное берег Ладоги. Это кто? Где? Это? Я думала, птички какие-то, ну не чайки. Сегодня смотрю на весь этот колхоз. По мокрому песку хорошо ходить, да? Все. Гремят, гремят. Ты кто-то купаться хотел? Да, я с утра-то, может быть, даже сажу. А у них все там же, да? Откуда я знаю, ты ловишься? В ящево. А? Не знаю, нет. Эх, Ладога. Вот это золотая время у нас, белая ночь. Николай, поделай снимки. Чего? Первый час ночи. Ну во, первый час, да? Да. Это уже ноль часов? Да. Уже день рождения пошло. Амирчику. Амирчику. Амирчику, да, вот так вот. Вот это наше Ладожское озеро. Смотри, как хорошо получается. Наташ. Отлично. А? Будешь это сам опечатать, не получится. А я... Газовый, конечно, неплохо. Я слух там. Вот так, смотри-ка. А там, по-моему, какой-то сигнал, вон, сигналит, где этот камень-то. С навеками? Да мы уже уехали за тем... Не, мы, да, мы обогнули уже сто раз. Вот так вот, белая ночь сегодня. Сколько там время-то сегодня? Ой, мои летучие мышки летают. Ага. Надо будет по карте посмотреть, на каком... На какой точке мы Ладожское озеро находимся? Северо. Ну, какой же север? Ты чего? Северо-восточное. Какой север-то? Ну, здравствуйте, северо-восточный берег Ладоги. Слушай, это кто? Где? Это? Я думала, птички какие-то, но не чайки. Сегодня смотрю на весь этот колхоз. По мокрому песку хорошо ходить, да? Все шумят, гремят. Ты кто-то купаться хотел? Я с утра-то, может быть, даже хожу. А улицы там же, да? Откуда я знаю, ты ловил? В ящик. Не знаю. Эх, ладо-га. Вот это золотое время у нас, белая ночь. Николай, поделай снимки. Чего? Первый час ночи. Ну, первый час, да? Да. Это уже ноль часов? Да. Уже день рождения пошло. Амирчику. Амирчику. Амирчику, да. Вот так вот. Вот это наше Ладожское озеро. Смотри, как хорошо получается. Наташ. Отлично. Будешь это сам опечатать, не получится. Ай-ай-ай. Амирчик тоже. Амирчик тоже. Там вы zag руки. На днях. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Так, останавливаемся мы сейчас, я скажу, вот здесь давайте, прижимаемся вправо и выходим на вот этот, а выходим на скамеечку, есть, мне там фотографии будет удобно класть, и как раз ГЭС вы посмотрите, а я расскажу, покажу фотографии, и расскажу, что тут с ней, как ее бомбили, и что получалось, а что нет. Выходим к скамеечке, остановка 10 минут. Вот так вот, видишь, хозяева появились. На следующей остановке мы не получим, потому что выезды плюс плотина, часть с этой стороны, часть там, и посередине водозврочная плотина, которая, соответственно, поток направляет воды на оберегацию. Теперь, собственно, исторические фотографии, какие-то несколько, да, вот это, леса, там, какая-то опалубка, то есть сколько всего, и в основном-то механизация начала 30-х годов была, ну, так себе, маловатой. Да, да, и потом, конечно, дальше фотография, ну, конечно, механизация была. Это, собственно, топают тротлованы под саму плотину, под машинный зал, под машинный зал. Дальше, сейчас, гряночка у нас, фотография сверху, ну, по-моему, это, в принципе, разведка, может, наша, потому что плотина держит воду, это видно. Вот она, плотина, мы сейчас вот здесь вот, да, находимся. И вот, посмотрите, поселок, не знаю, как римский военный лагерь, по-моему, же такой же. Прямые дороги, под прямым углом, то есть, как говоришь, что здесь когда-то сказали, строим так, и все, никаких там извилистых, средневековых улочек. Далее, фотография плотины, вот это, по-моему, уже после нашего разрушения, и сейчас я расскажу, как это происходило, но перед этим последней фотографией, это машинный зал. Ну, вот эта фотография четко видна, да, с акула, все гидроагрегаты на месте. Эвакуировать мы ничего не успели. А была? А музей-игра, все? Она не разрушена. Нет, там была в целом, да, еще, агрегат. Так, значит, 44-й год, перед тем, как... Трохадные воды Анижского озера. Еще иногда, шучу, с друзьями едем, говорю, ну что, ты понял, что ты уже в Финляндии? Нету, нету. Трассик, нету. На самобор. А музей вам рассказывает, да? Значит, друзья, хорошо, что вам рассказали в музее об этой истории. Единственное, что хочу сказать, я уже об этом и говорил, что это еще впереди. Прошло 75 лет, да, после Победы, а видите, как бы историческая наука еще работать и работать. Но это я так, в целом. Да, по поводу, если вы сейчас будете подойти. 10 человек, 150 финнов здесь вообще положили. Я говорю, не знаю, потому что с одной стороны... Около объекта, где я расскажу, да, что такое шарики и с чем их едят. И, ну, теоретически, завтра совсем-совсем в ночи вечером, когда мы через Баклорожье будем возвращаться, кто будет еще в силах, могу еще оригинальный шарик показать. Просто на сегодня, ну, на боевой позиции просто сегодня на это время точно у нас не будет. Но, прежде всего, наручим. Шарики на 10 человек всего шикарно жили. Шикарно жили на 10 человек. И чё, ходим вокруг, а дальше? Ну, это уже висеть, тебе туда. Твоя тема. Тут вполне... тут 3-10 можно. Ты все 100 запихай. Ого! Ты с табелями? Нет, это... Ну, если русские в телефонную будку забираются по один человек... Это с комфортом. Сидя по другу. Да, нет, я говорю, хватит много, здесь что-то не надо. Говорю, это вдвоем. Да, да, интересно. Интересно, а как же они подливали, а? А чё тебе, Григорий? Чё, вы хотели рассказать? Едем посмотреть-то. Конечно, а чё ты рассказываешь? Ну, пошли-то. Куторые называли деревню Иглу, потому что напоминало немножко эти эскимосские жилища из снега. Дальше он познакомился в 1936 году с инженером Карл Бильнером, который был шведского происхождения. И тот, его идеи добавил другую идею. Идею вакуумизации бетона. То есть, мы смотрим проект убежища для вооруженных сил. Но опять же, Соединенные Штаты Америки как убежище, как линия бронителя ничего не построили. И по непонятным причинам они это как бы продали финам. Причём финам продали таким образом, что сами финны, ну, в общем, случайно, совершенно случайно, чертёж примерный и несколько десятков резиновых шаров внутренней опаловки были найдены в порту Печенка. Причём, скорее всего, во время Зимней войны мы же Печенку оккупировали, да, и потом ушли. То есть, на этом складе эти все шары лежали во время присутствия в Печенке советских войск. Ну, то есть, и, скорее всего, поедем к Кельменю. То есть, не Кельмен, а к Кельмену. Кельсинер Теорекс Синтез будет, что ли? Чего? Вот, вверху. Или Газпромнефть. Он что-то увлёкся, блин, полетел, блин. Так вот, до постройки в 72 метров до моста Леодального поля, которые мы два раза проезжали, это был единственный беспорядный способ перебраться на тот берег. Но, правда, особо дальше никуда не поедешь. Здесь есть группа деревян. Дальше в Карелию отсюда не попасть. Отсюда можно только уехать по грунтовой дороге в сторону Мегроозера. Там тоже немножко фестская фортификация сохранилась. И мы как-то выходим на мою руку за пустой. Вот есть такая дорога. Достаточно долгая и тряская. Вот, ждём сейчас, собственно, у нас зелёный сигнал светофора. Смотрим на оформление, если вам видно, самой машинной станции. Год окончания постройки, 1951. Также можно посмотреть сейчас налево и направо, только пропушу вас не выходить здесь и не вот так вот вот открыть плитыка, потому что иногда тут охранники выходят, начинают, что это вы тут наш режимный объект снимаете. Из машин, из окон машин. Я не вижу сейчас пока никакого ни теплохода, ни сухогруза, который... Направо можно посмотреть. Это уровень воды ниже по течению, да? Дальше шлёз, и дальше разница там приличная. Метров 10, до 12, наверное, перепад здесь высоты. Ну, конечно, классно, когда здесь кто-то шлезуется. Это вообще супер. Ну, тут уж никак. А я видел, как шлезуется на дом. Здесь лежащие полицейские, шлагбаумы недавно это поставили. Вообще, кстати, я хочу сказать, что сейчас производятся работы, планируются постройки мост, который будет расположен туда левее, ниже по течению, потому что вот эта плотина закроется на многолетнюю реконструкцию. Она уже всё, как бы, ресурсы исчерпала прочностями. Направо видно вот такие холмистые берега, покрытые лесом. Небольшие облака, глупое небо. Ну, в общем, погода сегодня, конечно, хороша. И это самое еще качественное. Ну, ездит уже в Куритно. Эти самые берега, там, дороги, блокираторы дороги железные. Переезжаем потихонечку. После выезда, значит, мы проезжаем по земляной дамбе. Сейчас не видно, но потом, а вот, как бы, буквально, оживленными такими ступеньками, техниками используются, а с пунктным строителем, белый прямо обелиск находится, мы корачиваем налево, и, значит, мы там прижимаемся карточники. И, шапочка, я скажу, пойдем на смотровую площадку, чтобы спокойно снизу сфотографировать. Я на каранду, скажу. Понятно. Там, друзья, готовимся к полуонаправлению, прижимаемся на полуонаправлению. Прижимаемся на полуонаправлению. Здесь распространение, возвращаться будем впереди. А, так, протягиваемся мы практически в этот момент, как в пышку, вот, смотри, внутренний пышку. Так, ух, да, это, ну, хорош, голова остыла. Голова остыла. Заезжать нам туда не будем, все, останавливаемся, берем, чтобы на реке не нужны, выходим минут на 10. Аккуратно, через дорогу. Голова остыла. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...